Сведения о заболеваниях и всеми формами лучевой болезни людей секретны. Сведения о массовых отравлениях и эпидемических заболеваниях секретны. Нам не объясняли, как мы просто потушили пожар. Нам не давали ни с кем общаться. Держали в замкнутом в комнате. Все, стоял КГБ возле двери. А потом уже врач пришла и показывал газету «Известия». Мы еще не знаем, что такое применевая хвороба. Волос выпадал, брови, усы, взял за усы, а усы так и раз, и все. Там начали ребята волосы подать, их брить. Остался моя последняя палата. И они мне сказали, что всех лызок буду показывать, оставить его, потому что мы потом показывали его на телевидении. И лежал не поднимался. Ну, пришла мне сестра, говорит, что тебе требовал укол. Ну, тут раз заходит телевидение. Я себе спокойно поднялся. Присел себе, встал так, чтобы с ними что-то там просили. Да, нормально, чувствую, все, видите, стою. Ну, все, они поснимали, все это сделали, свою работу, и уходят. Ну, это моя сестра, уже она была минут пять. Она, ну, да вообще, походи. Я так что-то начал, у меня что-то назад. Она, все, там же потом я рассказала, вот ваше время кончилось. Никто нам не объяснил, никто. Мы принимали, как тушение пожара. Обычное тушение пожара. Все. Потому что нам и литература, и книги писали, что реактор не сорвется. Тоді відбулося забруднення міста Прип'яті радіоактивно. Но, благодаря тому, что витримала конструкция будівельна самого реактора, выкладу значного атомної радіації в окружающем средовище не произошло. Про это никто не знал, кроме КГБ, кроме работников ЧТЭ, которые имели доступ к тайной информации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...